Профессор Лозаннского университета Джон Антонакис однажды провел эксперимент, корпоративный. Он взял сотрудников одной компании и они решили исследовать тему харизмы. Почему же бигбоссы, так называемые, воспринимаются так харизматично, почему их все уважают, они ведут за собой людей? Дело не только в социальном статусе, дело еще в том, как человек себя проявлял. И в этом видео про харизму мы раскроем некоторые вещи, до которых они докопались, потому что Джон Антонакис разработал целых 12, ой, пальцев не хватает, 12 скиллов, которые помогли людям стать наиболее харизматичными, потому что по итогам эксперимента, наверное, потом я расскажу, что было. Давайте сначала я вам расскажу целых три, потому что 12 рассказывать долго, вы о них узнаете в следующих видео и первые три скилла, которые были выявлены. Вы удивитесь. Первое – это метафоры и сравнения. Да, все очень просто. Когда я записывал видео про публичные выступления, я тоже говорил, чтобы привлечь к себе внимание метафоры, различные сравнения, афоризмы и так далее. Говори, и твое общение со сценой будет эффективным. Оказывается, то же самое влияет и на коммуникацию между людьми. И когда вот все эти 12 пунктов сотрудники начали выполнять, потом проводили опрос среди их коллег, независимый опрос, и они говорили, что действительно люди стали казаться более харизматичными. Что такое метафора? Это сравнение или аналогия. Допустим, меня заперли дома, и я как птица в клетке. Или спортсмену говорят, ты бежишь как бревно, да? Да, бревно и то к финишу прикатятся первым, чем ты прибежишь. Ну, есть еще другие сравнения похожие, и о них тоже знаете. Это метафоры. Потому что когда вы в коммуникации начинаете приводить какие-то дополнительные образы, то в голове человека они лучше воспринимаются и усваиваются. И у него рисуются различные картинки. Соответственно, ваше общение становится более эффективным, и вы достигаете больше своих целей в коммуникации. Второй пункт. То же самое, что я говорил про публичные выступления, вы удивитесь. Истории и анекдоты. Старитейлинг уже давно доказал, что он лучше всего работает. Лучше всего рассказывать все через истории. Расскажу пример. Однажды я выступал на сцене, и у меня было очень много сухой теории. Много различных фактов, цифр. И я понимаю, что воспринимать это очень тяжело, и люди уже были загружены. Но как только я начал все эти сухие факты разбавлять личными историями из жизни, ровно так же, как я это делаю сейчас, люди сразу расслабились. Им стало интересней. И они потом мне сказали, что информация стала намного лучше усваиваться. Поэтому, друзья, истории рулят. Ну, анекдоты, конечно, тоже никто не отменял. Естественно, в каждой компании у каждого человека, нарекаясь знакомый, который знает все анекдоты. Я не знаю, когда просто они успевают их все выучить. Но он реально все знает, травит анекдоты и действительно привлекает внимание. Оказывается, речь не только о публичных выступлениях. Речь еще и о коммуникациях. Если даже вы не знаток анекдотов, то используйте истории. Третье правило или скилл, который выявил Джон Антонакис – это контрасты. Что такое контрасты в общении? Помимо того, чтобы рассказать, чем является то или иное, о чем вы говорите, вы можете также сказать, чем это не является. Например, харизма – это уверенность в себе, это ваш голос, жесты, как вы себя ведете, это совокупность качеств. Чем харизма не является? Харизмой не является скромность, молчаливость, ну и так далее. Понимаете? Вот когда вы приводите в пример человеку какие-либо контрасты, порой проще сказать, чем это не является. Иногда это может быть намного понятней. Допустим, я не знаю, вы выясняете с кем-то отношения и вы пытаетесь ему сказать, что не думай, что вот любовь вот это, вот то, что ты сделала или то, что ты сделал, любовью не является. То есть вот этот контраст, он помогает лучше донести мысль. А поскольку, когда мы говорим о харизме, то мы не можем все время ее проявлять только на сцене. Когда мы говорим о харизме, мы говорим о коммуникации. Для кого мы хотим быть харизматичными? Для того человека, с которым мы встретимся. Или для тех людей, с которыми мы общаемся каждый день. Ведь далеко не каждый человек выступает на сцене, да? Но каждый хочет стать харизматичным, потому что харизма проявляется в присутствии одного, двух, пяти, да неважно. Главное, есть напротив вас один человек, это уже возможность себя проявить в коммуникации, на уровне разговора и проявить свою харизму в том числе. Ну и три пункта, которые я сказал, конечно же, вы их можете проявить в любой речи. Запомните три этих навыка, применяйте их, как это сделать, я рассказал. И приведите примеры из жизни, когда у вас это работало. Может быть, вы наблюдали за этим, потому что сторителлинг, он используется в кино, он используется в книгах, в статьях, анекдоты тоже. Все, о чем я говорю, используют самые эффективные журналисты, ведущие, переговорщики, ораторы и многие другие. Ну а про другие пункты, про другие навыки я вам расскажу в следующих видео. Кстати, я сейчас пишу книгу про харизму. Сейчас по ссылке в описании вы можете скачать маленькую княженцу, но, может быть, вы смотрите это видео уже на тот момент, когда моя книга уже вышла, и тогда вы ее найдете тоже по ссылке в описании. Если эти пункты были вам полезны, ставим лайк, если бесполезно, делаем тоже самое. Подписываемся на мой канал и всем пока.